А я тем временем поудобнее устраиваюсь на диване, поскольку сейчас Светлана Боровская начинает свой видеоблог. А когда Светлана Боровская начинает свой видеоблог, я уверен на 100% это и красиво, и интересно. Света? Я бы хотела сегодня начать с того, что именем, не то чтобы прикрыться именем знаменитой, успешной, прекрасной американской телеведущей Опры Винфри, а просто на ее примере признаться в любви к своим коллегам. Я взяла цитату, вдохновением и настроением нужно управлять, а однажды проснувшись, брать себя за волосы, отрываться от земли и лететь. Так вот, о любви к коллегам всех каналов всего мира и нашим в том числе и в частности. Дело в том, что любая профессия предполагает огонь в глазах, когда мы идем куда-то. Но наша профессия предполагает то, что что бы ни происходило в твоей жизни, мы испытываем боли, неудачи, разочарования, какие-то падения. Но если человек может прийти и просто молчаливо делать свою работу, хотя огонь тоже нужен, мы не можем сегодня сесть с утра с Денисом и сказать «Доброе утро, ужасный дождь, вообще настроения никакого нет». Нельзя твоя обязанность оставить в себе хоть капельку радости, того света и крикнуть вам это, дорогие телезрители. И это делают все люди, которые приходят в кадр. Это обязанность их работы. Так вот, об опре Винфри. Однажды она сказала, что я считаю, что день задался, если после эфира ко мне подходит кто-нибудь и вкладывает мне в руку записку или просто говорит о том, что то, что вы говорите, очень важно для меня. И вы знаете, я не могу не поделиться, поскольку это видеоблог, и у каждого он свой. Одна история, она произошла буквально вчера. Я ехала из одного белорусского города в Минск и зашла в какое-то красивое, милое придорожное кафе, чтобы выпить кофе. Я была с детьми, и вот там сидело удивительных человек 25 женщин абсолютно разного возраста, нарядно одетых, и видимо, что это были работники Белпочты. И ко мне подошла одна женщина и сказала «Здравствуйте, вот мы вас узнали, тра-та-та-та-та, а вот вы могли бы с нами присесть?» Я говорю «Девочки, с удовольствием бы присела, да надо ехать домой, потому что завтра эфир». В общем, жизнь у всех, она одинакова, у каждого есть своя любимая работа. И вот вы знаете, она вышла ко мне и попросила прийти в этот зал, где сидели все женщины, которых я увидела краем глаза. И вот то, что говорят «любовь», заменить ничем нельзя эмоцию. И сегодня, возможно, доброе утро, я кричу вам именно именем их, этих удивительных женщин, работник Белпочты. Да, слава богу, нет войны, мы не получаем треугольники писем, где признаются в любви мужья женам или родным и близким, но все равно каждая работа важна их тоже. Они как птицы, голуби дарят нам свою любовь, и они были так рады сказать, что им так важно каждое утро. Неважно, мы ли в эфире или наши коллеги, мы кому-то нравимся или нет. Но это был такой крик, когда я вошла в этот зал радости, что за это купание мы говорим вам спасибо, и всегда будем стараться, убирать свои невзгоды, проблемы, болезни, чтобы действительно очень искренне крикнуть вам «доброе утро». Поэтому, дорогие коллеги, говорят, есть такая шутка, почему вы хотели попасть в телевизор, чтобы стать знаменитым? Нет, просто там всегда улыбаются. И еще один урок от Опры Уинфри, который говорит, что люди не терпят неудач, которые взбираются на гору очень медленно. Не нужно пытаться залезть сразу высоко. Вот как говорят, попробуйте сделать то, что вы никогда не делали, но очень хотите. Вы, конечно, потерпите неудачу. Попробуйте сделать еще раз, вы снова потерпите неудачу. Но ведь ребенок, который начинает ходить, если 20 раз он падает, он ведь не говорит, что мама, папа, ходьба – это не для меня. Он обязательно продолжает это делать. Поэтому смейтесь над неудачами, и пусть все у вас будет хорошо, а мы будем очень стараться вас не разочаровывать. Браво! Светлана, спасибо. Я сделал для себя выводы, и я буду теперь, несмотря ни на что, улыбаться, как завещает нам великая Светлана Боровская. Свет, это было прекрасно, честно. Это же правда! А это правда! А мы отправляемся в кино.